Начинаем, друзья. Здравствуйте, уважаемые гости в Google Red Line. В рамках ДОКИ, в рамках фестиваля современного искусства мы проводим серию публичных лекций. Сегодня нашим гостем является реставчерный шов, художник-медиа-ридеоартор. Мы находимся на выставке, которая называется «Resiting or Die», то есть либо переработан, либо смерт, и «Resiting» является частью этой выставки. И я надеюсь, что сегодня мы познакомимся с его творчеством и частично, наверное, вы раскроете, как вы вписаны в концепцию этого выставочного пространства. Начинаем. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут «Resiting or Die». Ну вот я вам расскажу, начну свой рассказ издалека. В принципе, я уже достаточно давно работаю, с начала 90-х годов. И, в общем-то, все свои работы исполняю, скажем так, в рамках медиа-арта. То есть использую различные технологии, ну, в зависимости от идеи. Вот. Различные технологии, программные среды, 3D-среды, в общем, какие-то аппаратные решения, хардверные. В общем, это такая синтетическая деятельность. Вот. Но если ближе быть к теме этой выставки, то, в принципе, почти на протяжении всего своего так называемого творческого пути я работаю с информацией. Информация в том или ином виде, либо это какие-то данные, либо это изображение, либо это текст. И, собственно, интерпретация этой информации и создает художественный эффект моих произведений. И поскольку сейчас мы живем в таком переизбытке информационного потока, то вопрос о том, как распоряжаться этой информацией, это тоже очень важный вопрос. И еще в начале нулевых годов я задался сам этим вопросом, зачем такое количество информации, что с ней делать и как настроить свое информационное пространство так, чтобы ты чувствовал себя в нем комфортно. Вот. И, в общем, это тоже такой вопрос переработки информации. То есть, поскольку ее производится огромное количество, и с каждым годом это количество растет, количество каналов растет, то очень важный вопрос современности – как не утонуть в этом потоке, потому что люди просто сидят постоянно в интернете, в этой новостной ленте, в различных социальных сетях, и просто там залипают, и фактически они свое время просто расходуют на то, чтобы потребить информацию. Вот. И, в общем, тут такого однозначного решения нет, как с этим быть. Но некоторые рецепты на протяжении своей деятельности я предлагал, ну вот они, конечно же, больше носят художественные такие свойства. и с начала нулевых годов, в 2005 году мы с Алексеем Шульгиным организовали группу под названием «Электробутик». И, в общем, деятельность этой группы была в основном посвящена работе с этой информацией, которая порождается современным обществом. Ну и в рамках деятельности в этой группе я тоже создал ряд объектов, которые берут информацию какую-то из сети и так или иначе ее перерабатывают в какой-то другой вид, при этом возникает такой художественный эффект. Вот. И я создал целый ряд объектов, которые используют технологию бегущих строк. Все эти объекты питаются как раз информацией, которая есть в сети. Они ее берут и каким-то образом интерпретируют. Вот. Ну и один из первых объектов, который был создан в 2005 году, это объект, называется «Поэтическая экономика». И он представляет из себя такое устройство, которое перерабатывает поэзию в биржевые сводки. То есть фактически это был один из первых объектов, который брал реал-тайм информацию из сети. То есть это были биржевые сводки о текущих котировках на мировых биржах различных компаний и различных других активов. Вот. И с одной стороны вот в этом произведении шла лирика. Это была лирика Пушкина, как самая такая очевидная лирика. Я помню чудное мгновение. И вот она превращалась, значит, рассыпалась на пикселы и превращалась в информацию в биржевых сводках. То есть основная идея этого произведения в том, что вот этот поток информационный, это и есть такая поэзия наших дней. И новостные сводки, текущие котировки, там какие-то курсы валют, это та информация, которую люди больше всего потребляют. И, собственно, она и является такой поэзией повседневности. Ну вот, был создан вот такой вот объект. Вот. Он существует в двух размерах. Небольшой, двухметровый, и вот восьмиметровый, который висит в сети. И, в общем, тоже радует посетителей там своим, собственно, собою. Ну, развивая эту идею, я создал еще объект, который называется «Срочно». Это такая, ну, мусорная корзина, что ли, да, в которой лежит та же самая новостная лента. Но только здесь, помимо сводок, она еще читает новостные данные из RSS-фитов различных новостных агентств. Ну и тут, в общем, как раз непосредственная такая иллюстрация к переработке информации. И идея этого объекта заключена в том, что новости, как только они выходят в эфир, да, как только они появляются на новостных лентах, они уже перестают быть новостями, сразу же превращаются фактически в некий информационный шум, в мусор и затираются последующими новостями. Поэтому просто весь этот объект был такой в виде гибкой ленты, помещен в корзину и как бы новости сразу поступали туда. Вот. Это был такой достаточно популярный объект. Он выставлялся на многих выставках, выпущен был ограниченным тиражом, пять экземпляром. Вот. И сейчас, в общем, даже у меня нет такого экземпляра. Вот так вот он выглядел. Объект был сделан в 2006 году. Ну, то есть какие-то вещи я вам показываю достаточно старые, потому что проблема overload, information overload, она как бы возникла уже давно. Она еще, в общем-то, возникла в 80-х, но не была таких масштабов, как теперь. Вот. И постоянно, в общем, к ней приходится обращаться, потому что на каждом новом витке технологии количество информации увеличивается, и изощренность ее, так сказать, донесения, внедрения в общественное сознание тоже увеличивается. От нее фактически уже невозможно скрыться. Вот. И она настигает тебя, если не в соцсетях, то вот в окружающем пространстве, с мониторов, с билбордов рекламных, и даже при просмотре каких-то сериалов или кино туда помещается продакт-плейсмент, реклама. В общем, такой поток информации, соответственно, формирует какие-то потребительские запросы у людей, ну, и таким образом влияет, в общем-то, на их выбор. Вот. Поэтому вопрос в фильтрации этой информации, в персональной фильтрации, в создании персонального такого безопасного как бы пространства информационного вокруг себя, он с каждым годом, в общем-то, обостряется. И вместе с тем, как люди придумывают какие-то решения, соответственно, генераторы этой информации придумывают свои ответы для того, чтобы как бы все больше и больше загрузить пользователя. Вот, в общем, вот такой вот объект. Да, тут есть видео. Вот. Вот так он выглядел. То есть иногда у меня есть какие-то примеры. Информация, да, информация от него поступала через Bluetooth со стороннего компьютера, который был подключен к сети и постоянно обновлял какие-то новостные потоки, загружал свежие новости и тут же отправлял их в корзину. Ну, вот как раз здесь сейчас какие-то биржевые сводки там бегут в корзине. Если у вас по ходу моего доклада возникают какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, можете перебивать, спрашивать. Если конкретно в сети, а по месту, а по месту, а по месту? А он висит в одной из башен Capital Group. Город столиц. Да, называется город столиц. Вот он там, там висит. Вот. Ну и, в общем-то, игра с этой информацией, она затягивает и так или иначе просятся различные другие решения. И одним из объектов, который я создал в 2009 году, это был кнот. То есть название объекта составлено из двух английских слов ноут и ноут. Но, собственно, они почти одинаково пишутся, но в одном случае кноут означает узел, а в другом случае это обозначает точку в сетке в сети. Вот. И, соответственно, ну вот я создал такой объект, который представляет из себя точку в сети, но он запутанный как узел. То есть смысл, опять же, такой же снять какую-то информационную нагрузку с информационного потока и превратить ее просто в такой декор. Ну, то есть это как такой тег, то есть своего рода граффити пространственное, которое искажает информацию, которая поступает к него тоже точно так же с новостных сайтов. Представляет в таком вот относительно декоративном ключе тоже, что, в общем-то, тоже снижает вот этот вот эффект давления информационного потока. Ну, он тоже, этот объект достаточно популярный был, и был создан в нескольких вариантах, в нескольких размерах. Маленький, небольшой такой, настольный, средний и совсем большой. Вот. Совсем большой объект, он сейчас находится в Третьяковской галерее, там на втором этаже, если вы поднимаетесь, то вы можете увидеть этот объект. Он там стоит, функционирует. Вот я думаю, что в скором времени он приобретет второе дыхание, потому что агентство РИА Новости хочет, чтобы он транслировал их новостной поток. Вот. Ну, в общем, я думаю, что мы наладим, и их новостной поток будет вот идти на этом арт-объекте. Ну, вот так вот он выглядит. Вот. Ну, это то, что касается какой-то недавней истории, и начало нулевых, в общем, и начало, и середина, и конец нулевых. Но после нулевых, как бы, приходят новые технологии, и количество информации, опять же, как я говорил, растет. И вот ближе к тем объектам, которые выставлены здесь, сейчас, секундочку, я открою другую папку. И если говорить о тех объектах, которые выставлены на этой выставке, то это объекты из серии 2018 года под названием «Токсичные активы». И все эти объекты, они получены с помощью такой технологии фотограмметрия. В общем, фотограмметрия, в общем, существует давно, ее придумали еще в середине прошлого века как технологию, но свое воплощение программное и доступность она получила только в начале уже 20-х годов, то есть когда компания Autodesk в 2014 году выложила в открытый доступ для пользователей специальный софтвер, который позволял создавать из секвенции, из серии фотографий, воссоздавать трехмерное изображение объекта, которое вы снимали. Ну, сущность этой технологии очень простая. Вы делаете вокруг объекта серию фотографий от пяти до нескольких сот, и потом с помощью программного обеспечения эти фотографии анализируются, и воссоздается трехмерная сетка этого объекта с текстурой. Вот. И один из объектов как раз вот здесь на фотографии, прототип этого объекта. Это такая тележка, в которой, собственно, она здесь вот стоит, вы ее можете увидеть. И это тележка, которую возит по нашему району Измайлова такая женщина-алевтина. Значит, она занимается возвратом вещей, вторичным возвратом вещей в оборот, если так можно это сформулировать. Ну, а фактически она где-то в районе 5-6 часов обходит местные помойки, собирает там вещи, которые более или менее пригодны ко вторичному использованию, книги, какие-то предметы, посуды, игрушки, вот, чистят их, моют. И в районе 11 вечера устраивает сейл на метро Измайловская. Это открытая станция метро. Люди, когда возвращаются, собственно, она там продает все это за очень скромные деньги. Там, ну, пальто можно купить рублей за 50, например. Вот, такое называет она свое мероприятие «магазин на колесах». Ну, и поскольку я все время с ней пересекался в нашем районе, она в районе 5-6 часов выходит, значит, на обход этих помоек, а в районе часа ночи она возвращается домой. Вот, и поскольку я тоже поздно возвращаюсь, я все время там ночью встречал и, в общем, познакомился с ней, разговорился и создал, то есть попросил у нее разрешения сфотографировать ее объект и воссоздал его вот в таком трехмерном виде, распечатал. Вот, и, ну, то есть, как бы эти объекты, которые здесь представлены на выставке, они являются результатом многолетнего сбора вот этих вот фотограмметрических данных, то есть как только появилась возможность обрабатывать эти фотограмметрические данные с помощью бесплатного софтвера, ну, вот я стал, собственно, собирать эти данные, потому что они для сбора этих данных не требуются никакого специального оборудования. В принципе, на более или менее хороший смартфон можно просто делать эти секвенции и потом обрабатывать с помощью этого софтвера. Ну, а поскольку смартфон всегда с собой, то когда встречаешь какую-то интересную ситуацию, да, или какой-то интересный объект, вот, то, естественно, можно быстренько эти данные захватить. Вот, таким образом, с 2014 года у меня накопилось несколько терабайт различных данных и только небольшая часть, наверное, процентов 5 вошли вот в проект токсичные активы, который представлен здесь на этой выставке. О чем этот проект? Ну, в общем, это тоже такой проект о таком ресайклинге, ресайклинге данных в том числе, но и более глобально это проект о сверхпотреблении, о том, как растет мегаполис и о том, что, собственно, основным источником мусора, не только информационного, но и физического, является растущий мегаполис и сверхпотребление, которым заняты, собственно, люди, живущие в этом мегаполисе. Вот, и в этом проекте у меня, он состоит из нескольких видеофильмов и распечатанных 3D-объектов. Вот, распечатанные 3D-объекты в основном это либо какие-то контейнеры с мусором, вот там вот стоит в витрине белый брошенный автомобиль, вот это вот магазин на колесах, тележка этой алифтины, вот, а также объекты, снятые в очагах или в храмах потребления, в гигантских супермаркетах, ну не супермаркетах, а гигантских торговых и развлекательных центрах. И эти же объекты я использовал для создания своих фильмов. Там 3 фильма, они называются все примерно одинаково, «Дистопия 1, 2 и 3», и в этих фильмах, собственно, показан мегаполис с его уже такими клишированными и вошедшими в общественную память и отрефлексированными такими местами различного, то есть, которые стали уже такими иконами своеобразными. То есть, это места постоянного строительства, места потребления, какие-то улицы, жилые районы. Ну, в общем, то, что мы видим перед собой, каждый из этих объектов, он имеет документальное происхождение, но все они вместе собраны в несуществующие сцены, поэтому, собственно, фильмы и называются «Дистопия». Вот, и они как бы, эти фильмы, там 3 фильма, каждый из них посвящен своей части мегаполиса. Один из них это такой вот фильм, который базируется в основном на данных, полученных в районе МЦК. А вы знаете, что там вокруг МЦК идет постоянное такое строительство. То есть, это новая зона, куда внедряются девелоперы, куда идут инвестиции, и там идет постоянная стройка, снос каких-то старых зданий. Вот. И это тоже уже такие объекты и виды этих строек, они уже вошли в культурную память, и, в принципе, скажем так, требуют какой-то эстетизации. Ну, собственно, этим я и занялся. То есть, я создал вот так называемую вот эту вот зону вечного строительства и использовал там как раз именно те фотограмметические данные, которые были сняты вот в районе МЦК. Второй фильм посвящен уже как раз обжитым кварталам со своей инфраструктурой, где есть магазины, где есть какие-то хабы, подъездные пути, в общем, логистика своя, где там застройка разного времени, разной этажности, вот, о том, как там живут люди. Вот. И третий фильм посвящен борьбе пригорода и города. То есть, это такая зона, которая называется саб-урбан, субрубия, так называемая, которая еще непонятна, чем она будет, и станет ли она регулярной зоной мегаполиса, или так она останется пригородом. И обычно в таких зонах всегда вот эта вот борьба выражается, и она видна прям естественным образом. Какие-то там старые заброшенные постройки, которые пытаются природа поглотить, зарасти с собой деревнями, кустарниками, вот, либо там какие-то начатые и брошенные стройки. В общем, это какая-то такая зона, в которой мегаполис борется с пригородом и пытается его захватить. Вот. Ну, собственно, эти три фильма демонстрируются на этом большом экране. Я продолжу пока с этих объектов. Ну, просто тот материал, из которого они получились. Это уже скриншоты обработанных данных, то есть это фактически трехмерный объект. Просто это я показываю здесь, как он выглядит в рендере. А в материале, собственно, вот вы можете посмотреть, как он выглядит на выставке. Это, собственно, ну, какие-то такие бытовые явления, помойки, которые обычно бывают, контейнеры для сбора мусора, которые бывают там возле жилых домов, многоэтажных, многоквартирных. Вот. Этот объект тоже был распечатан. И сейчас он находится в собрании музея Москвы, где, собственно, первоначально был показан этот проект. Вот. Ну, вот те кадры, из которых, собственно, состоят эти фильмы, состоят эти фильмы, вот они, то, из чего получились эти фильмы. То есть это отдельные объекты, которые здесь видны в виде таких рендеров. А в фильме они собраны в единую сцену, помещены в такое пространство, и там пущена камера, которая движется вдоль этих объектов. Ну, вот. Один из этих объектов вы тоже можете здесь посмотреть. Он называется санитарный модуль. Это, ну, такая фотограмметрия... Ой, назад. Это такая фотограмметрия ванной комнаты. Ну, в связи с тем, что этот софтвер имеет свои специфические особенности, возникают такие гличи и такие вот странные выросты, которые, в общем-то, тоже имеют свои эстетические достоинства. Ну, и имеют свою определенную скульптурную форму. Поэтому я, в общем, этот объект распечатал. И вот вы его тоже можете посмотреть, как он выглядит в материале. Ну, это другие объекты, которые я встречал в городе Москве. И тут же их, так сказать, захватывал в свои данные и потом использовал... Ну, это сгоревший автомобиль, просто на улице сгорел автомобиль, я шел мимо, быстро его запечатлел. Ну, это другой брошенный автомобиль. Ну, тоже он представляет из себя такое интересное эстетическое явление. Поэтому я его тоже распечатал, но не стал его текстурировать цветом, потому что у него такая форма, она как бы самодостаточная. Вот он там в витрине стоит, этот автомобиль. Вот, поэтому, когда добавляешь цвет, то он, в общем-то, съедает форму. Поэтому я решил оставить его белым. Ну, вот другой объект, ларек с мороженым, который тоже участвует, фигурирует в качестве объекта в одном из трех фильмов. Ну, естественно, часть городского ландшафта занимают бездомные, и мимо них тоже сложно пройти, потому что они часто представляют из себя очень колоритных персонажей. Ну, это вот результат фотограмметрических данных. Ну, просто человек спал в таком опьянении, поэтому он был неподвижен, и его удалось, так сказать, захватить, сделать из него трехмерный объект. Вот. Ну, надо сказать, что технология фотограмметрии, она интересна еще тем, что как бы на каждом новом витке технологии мы получаем новый, более развернутый результат, но она наследует, так сказать, признаки предыдущей технологии. И когда появилась фотография, то для того, чтобы сделать первые фотографии, люди должны были позировать по 20 минут неподвижно перед камерой, потому что реактивы химические были такие настолько еще несовершенные, что засветка происходила медленно. Поэтому первые фотографии, они немножко такие мутные, потому что люди все же чуть-чуть шевелились, и получалось не очень резкое изображение. Так вот, фотограмметрия, она уже позволяет получить не плоское изображение, а объемное изображение, но при этом все равно объект должен быть полностью неподвижен, потому что если он двигается, то у него в результате фотограмметрии просто получится тоже либо глич какой-то, либо тоже неправильная форма, в общем, он будет искажен. Поэтому идеальным объектом для фотограмметрии является архитектура, какие-то неподвижные объекты и люди, если они находятся в неподвижных позах. Потому что когда я занимаюсь фотограмметрией людей, я вынужден их просить зафиксироваться. Но сейчас уже есть более совершенные методы, есть специальные студии, в которых оборудованы большим количеством фотоаппаратов, которые делают одновременный снимок, и там человек может в любой позе и с любой мимикой подпрыгнуть, в воздухе зависнуть, в общем, получить такое трехмерное изображение. Но если ты в городе этим занимаешься, естественно, в городе нет никакой студии, у тебя в руках только одна камера, поэтому это требует определенных усилий. И если хочешь получить фотографию людей, то приходится их просить позировать специальным образом. Но если человек спит, то он идеальный объект для того, чтобы его превратить в трехмерную сетку. Ну и в этих фильмах часть пространств, которые есть в этих фильмах, это пространство храмопотребления. Это торговые центры, которые в пределах большого центрального кольца или даже за кольцевой дорогой находятся. Они, в общем, служили отдельным источником вдохновения. И когда я делал этот проект, я прям выбирался на целый день в торговый центр и там проводил почти целый день для того, чтобы сделать какую-то интересную фотографию, каких-то объектов странных, ну или там людей, которые в нем находятся. То есть люди занимались там потреблением, а я занимался охотой за тем, как люди занимаются этим потреблением. Ну это тоже такие скриншоты, рендеры некоторых объектов. В принципе, даже можно узнать какие-то объекты. Это вот торговый центр Атриум на Курской. Это торговый центр в районе Третьего кольца, в районе Красносельской. Не помню, как он называется. Ну, когда делаешь фотограмметрию масштабных объектов, то, естественно, невозможно сделать 3D, захватить весь этот объект. Поэтому вот это вот разные виды одного и того же центра, он превращается в такой, как бы уже, ну, не знаю, космический корабль или логово чужих, в общем, в такой странный, абстрактный достаточно объект. Вот это тоже торговый центр в районе станции МЦК Балтийская. Забыл, как он называется. Метрополис он называется, да. Ну и тут видны вот эскалаторы. Это другой вид того же самого трехмерного объекта. Ну, это уже отдельные виды каких-то смешных оформлений каких-то магазинов, когда просто захватываешь часть этого пространства и получаешь такой странный трехмерный объект, состоящий частично из гличей, частично из каких-то узнаваемых объектов. Вот. Ну, как я сказал, что идеальной фактурой для получения фотограмметрии являются неподвижные объекты, архитектура. И вот один тоже из объектов – это Сити. Вот таким образом его можно было захватить. Ну, это какие-то уже жилые районы, как раз из Майлова, жилые дома. Какие-то объекты, которые там участвуют в строительстве. Это вот как раз пригородные зоны и фотограмметрии таких буреломов, объектов, которые тоже из себя уже представляют почти абстрактные картинки. Но, тем не менее, когда это вставляется в видео к такой объекту, то там он становится узнаваемым и работает как ландшафт. Вот. Ну, и, собственно, тоже, да, в районе, где происходит столкновение пригорода и города, там происходит какое-то строительство, прокладка коммуникации, там постоянно можно встретить какую-то технику, которая что-то роет, закапывает, выкапывает и, в общем, захватить такие фотограмметрические данные. Еще, да, вот это вот логистический хаб в районе Третьего кольца между Бауманской и Красносельской. Это как раз там можно идти по мосту, и с моста открывается большая панорама на подвездные пути, и, соответственно, можно сделать секвенцию кадров. И, да, этот объект тоже участвует в одном из фильмов. С моста можно сделать секвенцию кадров и получить потом трехмерное, собственно, изображение этих подвездных путей вместе с этими мостовыми кранами, с машинами, которые привозят там всякие различные товары и продукты. Вот. Но это тоже снимки, сделанные в районе МЦК. И вот последний, буквально несколько месяцев назад, летом, я сделал такую фотограмметрию в районе, опять же, Московского центрального кольца. Это фотограмметрия, где, как называется-то, разрушение старых построек, которые уже, ну, там, заводские постройки, которые идут под снос. И, собственно, вот техника занимается тем, что разбирает старый дом. Ну, прямо это возле станции Ростокина, собственно, на которой я часто бываю, потому что просто езжу на работу туда. Вот. И, ну, да. Ну, и, собственно, нельзя пройти мимо этого. Сейчас там строится часть, новая часть Третьего кольца, которая соединит Щелковское шоссе и Ярославское шоссе. Поэтому вот такие все ветхие постройки, старые фабрики там сносятся. И ведется строительство эстакады и, в общем, дороги. Вот. Ну, и, собственно, тоже такой материал для дальнейшей обработки, для использования в каком-то фильме или еще где-то. В общем, эта база фотограмметрии постоянно пополняется, потому что, ну, город все время растет, и все время какие-то новые явления возникают, которые хочется зафиксировать. И, в общем, это тоже такой гигантский архив, гигантский архив материалов, которые как-то нужно перерабатывать, что-то с этим делать. Часть из них, в общем, воплощается в видеофильмах, часть из них превращается в объекты. И вот таким образом то пространство, которое захватывает мегаполис, ну, оно как бы архивируется, консервируется в виде таких художественных произведений. Вот. Ну, это, собственно, об этом проекте. Это то, из чего был сделан проект, который участвует в этой выставке. Токсичные активы. Ну, да, называется токсичные активы, потому что, ну, вот, собственно, даже какие-то, какая-то недвижимость, она рано или поздно становится непригодной к использованию, и тогда она, собственно, начинает быть убыточной для владельцев, и каким-то образом что-то с этим нужно делать, либо это нужно перепрофилировать, либо сносить, либо еще что-то. Вот. И превращается в так называемый токсичный актив, в общем-то. Да. И о том, что сверхпотребление, оно постоянно порождает вот такие вот отходы в виде невостребованной урбанистической инфраструктуры или той инфраструктуры, которая уже отработала, свое, которая уже не нужна, и с этим нужно что-то делать. Ну, хорошо, если там она превращается в какие-то кластеры творческие, как там завод и фабрика, но в Москве огромное количество построек, которые просто пустуют и, ну, как бы просто стоять, никак не используются. Вот. Ну, собственно, это вот этот проект. Ну и если есть у вас вопросы по этому проекту, то вы можете задать, а потом я продолжу через какое-то время. Ну, если нет, тогда я продолжу и расскажу просто о последнем своем проекте, который я сделал буквально недавно. И этот проект называется «Без вкуса, без цвета, без запаха». Ну, в общем, он тоже, скажем так, посвящен в каком-то смысле переработке. Но речь идет уже о людях, о нас непосредственно. И в связи с тем, что мы своим сверхпотреблением, своей жизнедеятельностью все время видоизменяем окружающую среду. И сейчас активно, вот сейчас такой очень модный термин «пост-антропоцен», о том, как деятельность человека уже видна из космоса и, собственно, видна невооруженным глазом. И о том, что наступил такой период, когда нужно переосмыслить это влияние человека на окружающую среду, на то, как он, собственно, видоизменяет природу вокруг себя. И о том, что своими действиями он, в общем, ставит себя на грань выживания. И в связи с тем, что среда изменяется, изменяется состав воздуха, изменяется температура окружающей среды. В ближайшее время, в ближайшие десятилетия возникнут новые совершенно специальности, новые виды деятельности по приспособлению человека к новой изменяющейся среде. Ну, я надеюсь, что я уже не доживу до этого, но вы вполне можете это застать, когда, в общем, как-то нужно будет изменяться и приспосабливаться к той измененной среде, на которую повлиял человек. Вот, ну, собственно, вот этим изменением и возможным сценарием, так сказать, выживания человека, каким-то устройством, которое ему будет помогать в этой изменившейся среде. А вот и был посвящен мой проект «Без цвета, без вкуса, без запаха», который я надеюсь показать в Москве в следующем году. Но пока что я его показал, пока что он был показан в Казани. Так, сейчас, секундочку, я вам тоже покажу этот проект и расскажу о нем. Ну, это, в общем, экспозиция, как выглядит этот проект. И о чем, собственно, этот проект? Ну, опять же, этот проект о том, как человек может функционировать в новом информационном пространстве и как эти сервисы могут модифицироваться со временем и использоваться людьми. Ну, в частности, социальные сети, они очень сильно мутируют. И если мы посмотрим на их развитие, то по сравнению с первыми блогами, где люди просто могли там ввести какие-то записи и обмениваться мнениями в ЖЖ, это тоже своего рода социальная сеть, ну, она, скажем так, весьма простая, примитивная, я бы сказал. Опять же, люди могли только ввести там какие-то диалоги на страницах друг друга. Вот. То с возникновением сетей в середину нулевых годов, одной из первых был Facebook, который уже был более изощренный и, соответственно, предлагает массу различных способов коммуникации. Ну, и потом вслед за ним возникли другие социальные сети, такие как Instagram, там, Pinterest и, в общем, масса еще всего. Какие-то из них выжили, какие-то из них преуспели, какие-то нет. Вот. Но суть в том, что социальные сети стали более изощренными и предлагают новые и новые сервисы, которые так или иначе нас втягивают вот в это информационное потребление, потребление этой информации, которая нам поставляется через социальные сети и, соответственно, дистрибуция своей информации внутрь этих социальных сетей, ее распространение и обмен этой информацией. Вот. То есть, с одной стороны, мы как бы, ну, люди по-разному используют возможности этих сетей, но смысл в том, что мы все туда поставляем свои данные. Эти данные, они различные. Кто-то пишет тексты, кто-то картинки. Вот. Но все равно также мы поставляем свои геолокационные данные, которые, собственно, собираются корпорациями в анонимизированном виде. Ведется их анализ. Ведется анализ наших предпочтений, куда мы кликаем, на что нажимаем. И, ну, и как вы знаете, что даже просто, если вы даже просто переписываетесь в мессенджере, в фейсбуке и там упоминаете какие-то товары, то потом эти товары вдруг неожиданно начинают рекламироваться у вас в ленте. Вот. Это тоже действие роботов, которые все это анализируют и подсовывают нам такую таргетированную рекламу. Вот. Но, то есть, взамен мы, взамен того, что мы потребляем это, мы получаем, собственно, эту сеть, где можем распространять какие-то свои данные и использовать ее в своих целях. Вот. И не так давно в этих сетях появилась возможность делать, делать различные вещи с помощью open-source. Ну, оно не open-source, оно, скажем так, оно бесплатное, но это совсем не open-source, я вам соврал. С помощью бесплатного приложения делать дополненную реальность в этих сетях. То есть это приложение Spark AR, которое используется для создания дополненной реальности в фейсбуке и в инстаграме. Ну, все вы знаете маски, вот эти вот, которые в этих сетях распространены. В общем, эти маски – это тоже результат действия дополненной реальности. Но, поскольку программное обеспечение совершенствуется, появляются новые алгоритмы, появляются нейронные сети, то вот с помощью этих новых алгоритмов теперь можно сегментировать в изображении не только лицо человека, но можно сегментировать тело, руку, то есть распознать отдельные части тела и, собственно, создавать дополненную реальность, используя распознавание различных предметов. Вот, то есть помимо масок можно создавать, в общем, очень широкий спектр объектов с помощью этих приложений. Вот, то есть таким образом просто социальные сети постепенно-постепенно подбираются через дополненную реальность к настоящей реальности. И, как бы, интерполируя следующий шаг развития этих сетей, я представил, что, ну, теоретически через социальные сети могут дистрибутироваться физически какие-то объекты. Вот, как это будет происходить, я не знаю, то есть это как-то просто моя такая фантазия. Вот, но один из таких сервисов, возможных сервисов, поскольку социальные сети собирают у нас различные данные, то почему бы им не собирать данные о нашем здоровье и не создать сервис по обслуживанию человека так же, как и обслуживанию компьютера. Ну, потому что, вы знаете, во всех наших электронных устройствах стоят программы, которые следят, что там происходит, собирают данные и отправляют эти данные производителям. В свою очередь, производители все это анализируют и создают патчи, которые присылаются на наше устройство, которые закрывают уязвимости, улучшают работу сервисов, то есть делают более безопасно и так далее, и так далее. Вот, собственно, электронные устройства это достаточно простая вещь. Во всяком случае, она создана человеком, и человек в ней разбирается. В отличие от тела человеческого, которое тоже уже достаточно сильно изучено, но все же не такое простое, как ноутбук. И, в общем-то, собирая данные о здоровье человека через смартфоны, через браслеты здоровья, опять же, через какие-то действия в соцсети, можно, собственно, анализировать состояние и предлагать человеку такой патч для обновления. Ну и, собственно, я представил, что это будет такой некий гель, который каким-то образом дистрибутируется в реальное пространство, и человек получает этот гель и вдыхает его. В этом геле содержатся различные препараты, и нанороботы, которые, собственно, адресно отправляются туда, куда им нужно, и подлечивают его, в общем, делают человека еще, так сказать, достаточно... Поддерживают, в общем, его в хорошем тонусе, в рабочем состоянии. Ну и, в общем, этой идее посвящена часть проекта «Без цвета, без вкуса, без запаха» или критически важное обновление. Ну и, соответственно, я тоже сделал приложение в фейсбуке и в инстаграме, где, собственно, вы можете зайти и вдохнуть это обновление, ну, пока что только виртуальным образом. Да, ну и часть объектов на этой выставке, опять же, тоже посвящена потреблению и экономике ожидания о том, что, собственно, индустрия и все время предлагает людям какие-то новые и новые объекты потребления, которые обещают им, ну, обладателям этих объектов какие-то бонусы, да. Ну и, соответственно, ну вот различные рекламные трюки, которые используются компаниями для того, чтобы продать свои товары, да, ну, там, косметику, одежду, которые, там, заявляют о том, что, ну, используют различные образы для стимулирования, в общем-то, потребления и этих товаров. Вот, ну и часть, часть этой выставки, собственно, состоит из таких людей, которые, вот, ждут, ждут этого обновления, которые, в общем, потребители товаров, они надеются, что что-то потребив, собственно, что-то произойдет, что-то изменится в их жизни, вот, ну, в общем, вот так это выглядит. Да, но самым парадоксальным образом, я все, как бы, размышляя об этом потреблении и сверхпотреблении, еще пришел к такому странному выводу, что товары, люксовые, так называемые товары, как ни странно, да, товары дорогостоящих брендов, как ни странно, являются самыми экологичными товарами, вот, ну, по нескольким причинам, то есть, ну, первая причина то, что их производится относительно немного, то есть, они ограниченным тиражом производятся, в отличие от товаров массового потребления, второе, они стоят достаточно дорого, и в связи с этим срок их эксплуатации, срок их службы очень велик. То есть, если раньше, там, в начале века, в середине прошлого века, жизнь различных товаров и объектов была соизмерима, время жизни этих товаров и время их эксплуатации была соизмерима с временем жизни человека, то теперь срок службы отдельных товаров настолько критически мал, что он, ну, уже, в принципе, иногда идет даже на секунды, а иногда даже нераспакованные товары просто отправляются сразу на помойку. Вот, ну, на секунды, это когда вы воспользовались, там, ложечкой, чтобы помешать, одноразовой ложечкой, чтобы помешать сахар в чай, и все, она 5 секунд работает, дальше вы ее выбрасываете, вот, ну, и так далее, да, то есть, соответственно, товары, у которых срок службы длительный, они, соответственно, более экологичны, поскольку их меньше производится, и они дольше работают. То есть, это вот как бы, как ни странно, да, то есть, вот в этом мире потребления наиболее неэкологичными товарами являются дешевые товары масс-маркета, то есть, которые стоят очень дешево, и которые люди покупают и там носят, ну, даже не один сезон, за один сезон просто могут поменять несколько этих продуктов, а это, соответственно, создает количество отходов существенно большее, чем потребление эксклюзивных товаров. Вот это странный такой вывод, хотя я как бы не фанат люксовых брендов и вообще их не пользуюсь, но вот к такому выводу я пришел неожиданно, как бы когда, собственно, занимался вот своими проектами и делал такие вот объекты, которые, в общем, критические по отношению к сверхпотреблению. Да, ну и вот в рамках этого проекта «Без вкуса, без цвета, без запаха» я также предложил новый тип смартфона. Это такой смартфон, пиявка, который живет на руке человека, питается его кровью, не требует подзарядки, но взамен, собственно, обеспечивает человеку постоянную информационную включенность, а также регулирует, собственно, регулирует потребление этой информации, ну, потому что посидеть 20 минут в Фейсбуке – это 5 грамм крови. Вот, поэтому, ну, как бы идея такая, что люди, которые постоянно сидят в интернете, ну, вот такие бледные ходить, и сразу будет видно, что это такой информационный наркоман. Вот. Но плюс ко всему, взамен того, что она питается нашей кровью и обеспечивает нам, собственно, информационную включенность, это устройство, оно постоянно анализирует наши данные, ну, и, собственно, поскольку она питается кровью, то сделать анализ крови ничего не стоит, и все эти данные собираются, соответственно, каким-то образом классифицируются, отправляются в облако, где, собственно, уже другие сервисы занимаются их анализом и поставкой обратных рекомендаций. И поскольку это живой организм, то в результате его метаболизма он может вырабатывать различные вещества. Ну, и, собственно, он так устроен, что там может впрыснить инсулину в нужное время или какой-нибудь другой синтезируемый препарат, который, собственно, если придет соответствующий патч внутри этого устройства, то он каким-то образом сможет что-то сделать. Вот. В общем, вот такое устройство, версия 1.0, в ней даже нет фотокамеры в этом устройстве, но в следующем устройстве будет 3. Вот так вот она выглядит. Вот так она выглядит на руке. Вот. Ну, в общем-то, у меня еще есть много других планов, но это уже совершенно другие проекты. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу вам на эти вопросы. Ну, мне как автору, как художнику, естественно, ближе эстетика созидания. Но процесс разрушения, он представляет из себя эстетическое явление, которое, в общем, само по себе интересное. Поэтому очень часто в произведениях художников разрушению и каким-то актам насилия, разрушения придается такое особое место, и они очень часто эстетизируются. Вот. Поэтому, ну, собственно, то, что я вижу, да, вокруг, и там какие-то руины, или там какие-то строительные работы, они из себя представляют тоже такой эстетический феномен. Ну, поэтому, в общем, я и занимаюсь их таким архивированием. Еще вопрос. Сложите, пожалуйста, как вам кажется, в вашей личной жизни, насколько вы должны быть, условно, его высказывания, значимые, когда он говорит, какие-то сложные политические вещи, а также очень сложные вещи, он касается экологии. Как вам кажется, он верит в то, что он не служит? А что можно разумеет? Ну, дело в том, что художник все равно, скажем так, идет вслед за изменяющимся обществом. Редко, когда он опережает его. Хотя такие случаи тоже бывали, ну, в истории искусства. Но это достаточно редкое явление. Поэтому художник скорее рефлексирует те изменения, которые происходят, и те вещи, которые происходят в обществе. И то, что в нем появляется нового, он, собственно, внедряет в общественное сознание. Насколько сильно его слово, но это зависит от массы факторов. В том числе и, скажем так, от включенности этого автора в информационное пространство. Потому что вы можете сделать какое-то сильное высказывание, но если у вас нет доступа к медиа и доступа к распространению информации, то ваше высказывание просто не будет услышано. Вот, поэтому, да, но поскольку мы живем в такое время, когда информация очень сильно фильтруется, то какие-то очень острокритические высказывания художника, они не доходят до широкой публики именно благодаря, вернее, не благодаря, а из-за устройства вот этой вот медиа-среды, которая фильтрует какие-то вещи. То есть это как бы такой, одновременно он является и таким инфлюенсером, как бы, да, но одновременно и заложником того, что он говорит. Потому что общество все же достаточно консервативно, и какие-то новые идеи, оно просто блокирует своими действиями, ну, в частности, блокирует распространение этой информации. Если у человека нет медийного рупора, какой-то медийной поддержки у художника, то, собственно, его высказывание может быть не услышано. Вот. А доступ к этим медийным каналам, в общем-то, сейчас контролируется очень сильно, поэтому просто так вот взять и с улицы прийти, и туда влезть, и начать петь свою песню достаточно сложно. Вот. Это такая, как бы, ну, такая борьба. Вот. Время от времени просто происходит, как бы, это сказать, перегрузка, перезагрузка системы. Когда уже блокированы многие каналы обмена информацией, то возникает такое явление застоя, стагнации, и тогда просто система сама себя апгрейдит, и, как бы, возникают такие явления, там, как перестройка вот у нас была, или, там, другие явления, там, какие-то, оттепель, там, еще что-то такое. То есть это неизбежно, это просто вопрос времени. Ну, а художник, конечно же, если он сделает сильное эстетическое высказывание, оно так или иначе все равно найдет свой путь в этой информационной среде и проникнет, дойдет до окончательного зрителя. Вот. А потом, ну, как бы, все равно существуют независимые каналы распространения, там, через блоги, через Инстаграмы, и, там, через Фейсбуки, и, там, и другие сервисы. Вот. Поэтому пока что у нас есть доступ, открытый к интернету, то, в принципе, художник может распространять вне официальных каналов эту информацию. Да, да. И достаточно сильно влиять на общественное сознание, на общество, на людей. Вот. Так что, в этом смысле, роль художника, она, ну, не то, чтобы, там, близка к роли политика, да, но в каком-то смысле сравнима с ним. Вот. Так же, как и, там, с ролью ученых, которые создают новые какие-то технологии, новые идеи, внедряют в общественную жизнь. Вот. Так что, да, естественно, известный художник или известный дизайнер, ну, или вообще любой культурный деятель, в силу того, что он имеет доступ к вот этим официальным средствам распространения информации и к другим, он достаточно сильно может влиять на то, что происходит. Вот. А можно спросить? Да. А вот нет вопроса. Вот только предыдущему порядку, где-то показывают бездорожных человек, а когда вы делаете 3D-модели и мастерами иностранцами доверяют, а как вы на себя эти члены решаете? То есть вы его как-то активируете и вы спортируете его проблемами и вынесете его как-то в мир искусство. Или это вообще проблема? Ну, да, естественно, когда кто-то попадает в объектив, собственно, слово объектив, оно определяет тот предмет, который находится перед ним и объективирует его. Это неизбежно. Это не важно, что перед объективом находится. Поэтому, скажем так, в каком-то смысле тут нет этической проблемы. Есть только проблема взаимодействия. Если ты взаимодействуешь с живым человеком, и он не хочет этого, тогда эта проблема есть. Ну, вот, например, Алифтина не попала в кадр, а ее тележка попала. Ну, потому что я с ней познакомился, и я ее хотел сафотограмметрировать, и ее магазин на колесах. Но она сказала, что она не хочет, как бы, ну, стесняется, и как бы ей это неприятно. Вот, поэтому, собственно, несмотря на то, что я сделал секвенцию кадров, я ее просто не обработал и никуда не внес. То есть это на самом деле вообще вопрос взаимодействия того, кто стоит за объективом и по другую сторону объектива. То есть и сам объектив – это просто технология, не обязательно это фотоаппарат. Это может быть любая другая технология. Вы находитесь по одной сторону технологии, а ваш предмет, который вы изучаете или там как-то рефлексируете, находится по другую сторону технологии. И очень часто, ну, допустим, в журналистике такой вопрос тоже стоит, да? Там журналисты пишут о людях, ну, там они могут писать все, что угодно, но у них технология другая. У них технология, она не фотографирование, не программирование, а технология написания текстов. Но это тоже своего рода объектив, и когда они нацеливают свое перо куда-то, возникает тот же самый вопрос. Поэтому, ну, как сказать, это вопрос просто общественных договоренностей. Или непосредственных договоренностей с тем, кого вы снимаете. Ну, в случае вот этих спящих бездомных, как бы мне не с кем было разговаривать, потому что человек поместил себя сам в общественное пространство. Он у меня не спрашивал разрешения, можно ли мне лечь поспать. Поэтому, как бы, я у него тоже не спрашиваю разрешения, можно ли его снять. Вот, то есть это такой вопрос, который, в общем-то, решается каждый раз в частном порядке. И я мощным путем, я бы сказал. Народу-то вообще у нас... Мы начинаем, друзья. Друзья, уважаемые, друзья, в рамках долги, в рамках мы проводим серию публичных лекций. Сегодня нашим гостем Илья Звистар Чернышев.